Экскурсию в будущее провели для самарцев на городской набережной. Как изменится исторический центр, показали наглядно. Но этот вариант еще не окончательный. Предложения ждут от жителей. В рамках проекта на связи с губернатором все идеи можно направить напрямую к главе региона. Татьяна Пудова подробнее. Это экскурсия по городу будущего. Прямо на набережной в режиме нон-стоп о каждом проекте. Что будет на месте завода Зим, Стрелки, Рек, Волги и Самары? Каким станет новый дворец бракосочетаний? Владимир Штейнберг живет в историческом центре города. Его внимание сразу привлек в проект по реконструкции Хлебной площади. Теперь с нетерпением ждет, когда сможет прогуляться по обновленным улицам. Главная улица, новая улица Засекина, продлена как раз через наши улицы, через Фрунца, между Комсомольской и Пионерской, как я понял, до Молодвардейской. То есть, может быть, как-то и нас тоже затронет. Ощущение, как бы, начало, какого-то этапа новой жизни. Совершенно вот в городе и даже вот лично у меня. То есть, дожить бы до исполнения этих вот планов просто интересно. Концепция реконструкции готова, но это еще не окончательный вариант. Предложений ждут от жителей. Их мнение обещают учтут. Для этого горожанам предлагают заполнить специальные анкеты. Их раздают волонтеры. Данные с учетом непосредственно пожеланий и комментариев наших граждан будет учитано. И непосредственно строительство начнется уже в следующем году. В целом строительство и реализация данного проекта рассчитана на 20 лет. А не верится, что это будет? Вот настолько кардинал, настолько качественное, эффектное предложение, что я привык к старой Самаре. Вот к Самаре, вот начало 20 века. Самара, вот послевоенная. И такой шикарный город. Вообще произвел очень сильные впечатления. Такой формат – одно из направлений масштабного областного проекта на связи с губернатором. Он был запущен по инициативе Николая Меркушкина. Подобные арт-встречи на набережной будут проходить каждую неделю. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям до 28 сентября. Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губернии.